Всем привет! С вами Коймова Аня. Я вам хочу сразу на своем столе показать скатерть. Пусть она немножко мятая, но зато вам хорошо ее видно, потому что она только что из упаковочки. У нее очень симпатичный узорчик. Обратите внимание, какой классный. Да, то есть супер-супер. Артикул 910-329. Материал 100% полиэстер, размер 145 на 220. Просто огромная скатерть. Классно. У меня стол не маленький. Если взять так вот руку, то вообще не маленький. Далее еще вот такая вот красота. Это мы называем дорожка на стол. Коллекция Северное Сияние. Размер 50 на 150. Артикул 910-330. Такая вот она, да, хорошенькая с обеих сторон. Здорово. Давайте я прям вам покажу поближе. Рисуночек, да, то есть ткань такая вот. Мне нравится. Вот обратите внимание, да, то есть у меня стол, он вот такой. Да, то есть тут есть рисуночек, все такое прочее. И вот когда я застилаю, то немножечко вот это вот серое, оно просвечивает. Вот поэтому если стол будет с какими-то рисунками, конечно, конечно, как без тебя. Если стол будет с какими-то рисунками, то это будет через скатерть видно. Если стол полностью белый, то это будет незаметно. Ну, вот этот вот тканчик, его видно очень хорошо. Да, Алиса, ты мне помогаешь снимать? Ну, и последнее, что я покажу, чтобы вам было проще соизмерить, да, размерчики. Это вот такая вот красивая салфетка, она была согнута, из-за этого туда стык такой. Но она очень быстро выправляется, потому что в самом начале она у меня прям вот так стояла. Сейчас уже практически незаметно. Ну, в принципе, да, можно так загнуть, выгнуть и уже практически ничего нет. Вот, значит, салфеточка у нас идет, артикул 910-328. Коврик для сервировки стола называется диаметр 38. Сделано в Китае. Материал, материал, ну, клеемка обычная покрашенная, я так считаю. Вот, не знаю, можно ли мыть посудомойки, тут ничего не указано. Но я просто мыла, они просто стерлись, да, с этой стороны обычные, а тут, ну, такое позолоченное. Просто вот красота, если погладить, накрыть, вообще красотища. Далее очень хочется вам показать такую вот красотищу. Да, ну, и ходите, как классно. Вот, такой салатик, конечно же, с нашим майонезом Фаберлик. Это сделано с помощью такой вот формочки. Клевые, классные формочки. Значит, получается, артикул 910-319. Форма для салата Тигр. 7,5 на 8,5 на 4. Так, материал, материал нержавеющая сталь. Очень красиво, классно и аппетитно получается. Тарелочка тоже Фаберлик. Жаль, что таких больше нету. Вот такая вот красота. Конечно, артикул у меня потерян, все потеряно. Но я вижу ваши комментарии и в Инстаграм, и на Ютуб, и ВКонтакте, и в Одноклассниках. И, конечно, понимаю, что вы просите вот эту еще скатерть показать, как она смотрится. Стол у меня действительно большой. Если скатерть северное сияние, все отлично, то тут, прямо видите, не хватает. Поэтому эту скатерть я отправляю родителям в деревню, потому что она свеженькая, классная, клевая, она неляпистая. Этот акцент очень приятненький такой, но скатерть сама по себе очень маловато для нашего стола. Если, конечно, стол сдвинуть, вот он тут посередине, да, сдвигается, то она будет самое то. Но из-за того, что у нас большая семья, нам эта скатерть, ну, вообще никуда. Потому что, если мы садимся кушать, иногда даже ждем друг друга, пока кто-то поест. Мы и так не помещаемся за этот стол, поэтому для меня лично эта покупка для дома, она бесполезна. Но она будет очень хорошо гармонировать на столах поменьше. Вот видите, такой приятный яркий акцент, и, по идее, она должна тут быть хотя бы, ну, вот так, да, как Северное Сияние, да, первое, которое я покупала. Но, тадам, 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 тогда тут очень сильно не хватает. Вот таким вот образом. Так, далее пришел такой вот подарок за 1 рубль мне и дочке, мы с ней обе вип-консультанты. Я золотой же вип-консультант, а дочка старшая, серебряный вип-консультант. Вот такой вот набор, значит, подарили, в такой вот сумочке. Это, получается, плед 210 на 220, классный, я сейчас все покажу, распакую. И вот такой вот стопроцентный хлопок набор, тоже суперский, да, красивый в таких виловых оттеночках. Ну, мне, конечно, нравится, когда компания столько дарит. Ну, мы тут так сверху кинули, чтобы было удобно посмотреть, да, то есть такой вот огромный. Тут, смотрите, самое классное, это Фаберлик, Фаберлик, Фаберлик. Да, шикарно. Это, значит, такой получается плед, покрывало, довольно-таки плотное, но стирать его будет удобно. Даже если оно такое огромное, стирать все равно удобно. Далее, такое вот постельное белье, да, это простынь, то есть внутренняя сторона тоже Фаберлик, а лицевая сторона такая вот. И такие вот наволочки. Наволочки, подушки у нас из гречневой лузги, маленькие наволочки, слегка великоваты, но тут не суть страшно. Страшно. Вот таких вот два комплектика. Хорошенькие, клевенькие, суперские, большие, удобные. Я прям кайфую с компанией просто за то, что мы покупаем все в одном месте, не бегаем по 10 магазинам, делаем 100 баллов. Вот такие вот время от времени бывают подарочки. Боже мой, сколько клевых новиночек. Это, значит, такое вот покрывало. Артикул 910-327. Она тоже называется линейка Северное Сияние. 110 на 175, то есть оно такое небольшое. Значит, плед коллекция Северное Сияние. Так, материал Аэрософт, стопроцентный полиэстер. То есть такая вот красота. Приходит к такой упаковочке. Я специально вам показываю упаковочку, потому что подарить такое тоже очень-очень приятно. Ну и вот как оно выглядит. Да, тут у меня, боже мой, какой аромат. Я не могу, я просто кайфую с него. Аромат просто супер. Далее, значит, вот оно так выглядит. Такое вот небольшое. Оно очень мягкое, такое плюшевое, клевое. Стираться тоже будет великолепно. Это изнаночная часть. Вот лицевая часть. То есть они ничем не отличаются. То есть начинаются со светлой части и заканчивается такой вот, да, что Северное Сияние. Тут идут такие вот как переливы, можно так сказать. Ну, в общем, классно. Вот у нас плакатик появился. Да, хорошенький такой. Большой, классный. Так, артикул у него... Артикул у него 78982. Вот, кому нравятся большие плакаты, ну, вообще-то он очень большой. Следующая это маска-патч для век. Маска просто обалденная, просто невероятно крутая. Я вам уже про нее рассказывала, поэтому долго не буду говорить. Для тех, кто видит эту маску впервые, она идет и на верхнее веко, и на нижнее веко таким вот образом. Прикольная. То есть она тут вот так вот заложена. Далее, значит, она открывается. И скользкая немножко. Да, далее она вот так открывается. Вот эти патчики достаются и кладутся на веко. И на верхнее, и на нижнее. И получается потом эффект такой удивительно гладкой кожи век, что просто круто. Я ее сейчас после обзора прям израсходую эту красоту, потому что неимоверно классно. Артикул 1413. Пащи для контура глаз. Далее, обновленный карандаш-пятновыводитель. Вы знаете, мне кажется, он точно так же хорошо, как и раньше выводит пятна. 30-152 артикул. Я не увидела никакой разницы между консистенцией, еще чем-то. Намазываете пятно и ждете, пока оно отойдет. Отходит все хорошо. У нас было пятно на кофте у мужа, навязанной, которую он уже давно не носит, из-за того, что там прям, знаете, вот это пятно, мы его ничем вывести не могли. Так вот этот карандаш справился, но на 50%. То есть, пятно практически ушло, но еще осталось, нужно еще раз замочить, и оно справится. То есть, это единственное. Далее, такая вот красота. Это органайзер. Я его уже снимала в распаковочке. Чем он мне нравится? Тем, что он функциональный, клевый, классный, продуманный. Тут все войдет, все будет на местах. Он подходит и под канцелярию, и под косметику, и под все, что вам, в принципе, захочется. Такой прям прикольный. Вроде бы не кривой, ничего, все хорошо. Это идет с логотипом Фаберли, как вы видите, для серебряных вип-консультантов. Вот на него такая вот идет аннотация. Размер 22х14х13, артикул 6712. Начала снимать для вип-консультантов такие вот штуки вместе с основным обзором, потому что я знакома с сотнями просто випов, и, конечно, для них эта информация будет очень полезна, кто вип. Не могу не похвалить компанию вот за этот продукт. Это 100% натуральное происхождение текстуры. Это ватные палочки, 200 штучек. Они идут в такой классной коробочке. Коробочка выдвигается, коробочка задвигается. Палочки тут полностью деревянные. Это просто восторг. Это прям круто. Единственное, что я привыкла пользоваться палочками, у которых один наконечник очень остренький, так накручен, да, тоненько. Второй такой вот обычный. Тут все обычно, но они накручены очень плотно, классно, и наконечник не такой толстый, как вот у обычных палочек. То есть они слегка потоньше и плотнее, и ими тоже будет неплохо. Причем я уже пару палочек попробовала, да, вот так растянуть, сделать, и тоже как бы получается мягкая такая штукенция, да, то есть тут я не вытягивала, все нормально, тут вот вытянула. Тоже аккуратный макияж, и все подтереть будет здорово. Просто отлично. Опять с плюсом компании Фаберлик. Подошли с душой и к сердцу даже к ватным палочкам. Это полностью эко-продукт. Это шикарно. 910-254 артикул. Взяла несколько упаковочек, потому что ну не могла мимо этого пройти. Восторг. Прям 5 с плюсом компании. Далее комплекс витамин. Омега получается 3-6-9. Ой, не 3-6-9, извините, просто омега-3, а с витамином Е и Д. Давайте же с вами будем смотреть аннотацию. Кому-то она очень нужна для использования. Симпатично тут так все написано. Ставьте на паузу, читайте. Артикул 81-10. Вот состав. Вот все есть. Прямо на нескольких языках. Все великолепно. Чуть не нашла. Сколько тут капсул, если честно. Так, 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 так. Так, 100 грамм продукта, 721 килокалория. Прием 4 капсул. Рекомендуемая суточная доза обеспечит поступление. В общем, это детские капсулы. Их тут очень много. Вот, они прям такие вот крупненькие, большие. Не знаю, влод не будет, у меня их векушка. Амега от Фаберлик, она только так щелкает. Поэтому надеемся, что она и это будет кушать хорошо. Вот, 120 штук в банке. Еле нашла. Вот оно, 120 штук. Количество в банке. Заблудилась в продукте. Так, далее. Там капсулы для посудомоечной машины. И у меня в каждом заказе. Потому что по 2-3 мойки в день. Семья большая, быстро очень уходит, расходится. Они идут в биоразлагаемой упаковочке. Таким вот образом. Там я иногда даже, если приходят 4 коробки, объединяю их в 2. Как раз входит. И ставлю только одну. А вторую коробочку я сразу выкидываю. Потому что, ну, что тут 20 штучек. Будет только место стоять. Да. То есть, место занимать. Поэтому я вот таким образом. Раз, раз. Все в одну. Экономично. Здорово. И все классно. Значит, тут идет 40 капсул в упаковочке. Артикул 110.02. Ну, стало 40. Было 20. Одна все. Одна в утиль. Вот такой вот прикольный акваспрей для белья. Я не совсем поняла, чем он отличается от предыдущего. Я его слегка попробовала. Вроде бы он такой же, как и был. Акваспрей для разглаживания. То есть, он, вы им покрываете, да, любую ткань. И любая ткань разглаживается. Пока что следов там каких-то 250 мл она идет, да. То есть, можно трудновыводимые вот эти вот пересохшие белье гладить, да, с утюгом и с этим спреем. А можно просто попшикать на себе прямо на футболку. И вот так вот походить, поразглаживать. Она быстро высыхает, во-первых. Во-вторых, все разглаживает и проблем никаких нет. То есть, утюг не обязателен. Но можно и с утюгом использовать. То есть, такая вот прикольная вещица. Артикул 30285. Также идет чистящий крем универсальный. Он стал, ну, написано, что лучшая формула. Но, по-моему, он остался такой же, какой и был. Я сейчас капну сюда немного на руку. Вот, вы знаете, он такой же, какой и был. Он ничем не отличается от предыдущего. Тоже тут есть какие-то мини-мини-мини скрабинки. Все мини-мини. Запах, может быть, запах отличается. Раньше он так яро лимончиком не пах. Может быть, из-за того, что запах добавили. Но, вот, по моющим средствам я им там почистила, тут почистила, дверку почистила. Вроде бы то же самое. 3253. Так, ну, и Катюшка заказала себе. Это впервые у меня на канале. Таких еще не было. Да, то есть, она заказала себе обувь. Обувь называется, божечки-то мою, а где написано? А, сапоги женские. Артикул 886-009. Размер 37. Верх текстиль. Искусственная кожа. Текстиль. Подкладка текстиль. Стелька текстиль. Подошва ПВХ. Вот такие вот они. Не знаю, клевые, не клевые. Катюш, ты что скажешь? Ну, я некоторое время в них уже походила. И мне кажется, они довольно удобные. Тут все затягивает. Это по сугробам? Да, это уги как бы. Они довольно утепленные. Внутри такой вот большой мех. Потому что он искусственный. И в целом довольно хорошо сделано. Одно, что я переживаю, что подошва не прошитая, а проклеенная. То есть, если ходить прям жестко в погоду, допустим, весеннюю, когда начинается оттепель, везде лужи, как бы предполагайте, что может расклеиться обувь. И не потому, что она некачественная, а потому, что так бывает. Ну да. Ну посмотрим. Мне нравится. Прикольно. Да, она выглядит довольно хорошо. Так, далее такие вот женские ботиночки. Тоже, в принципе, удобные, классные. Артикул 886-045, размер 37, состав искусственная кожа. Подкладка вверх искусственная, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Катюш, они больше понравились. Так, больше ничего не знаю. Кать, говори. Они очень мягкие внутри. Если у предыдущих мехом было обито все внутри, то здесь у этих обувок, так сказать, у них только подошва и язычок. То есть, вся остальная ползнутри, она не утепленная. Они также проклеенные. То есть, вы уже как бы предполагаете, да. В целом, они выглядят довольно круто. Они мне нравятся. Ну, носи с удовольствием, посмотрим. Если с ними что-то будет не так, конечно же, во пустых баночках об этом узнаете самое первое. Пока что к обуви нареканий нет. У нас тут порвались кроссовки у мужа, но он их три года носил. Я думаю, это нормальный срок. Да, Катюш, а зад, еще зад покажи. Ага, на тех сзади петелька была, на этих петельки нет. А нет, есть вот типа, что удобно одевать, наверное, эта петелька. Ну, не знаю. Я вообще не знаю, зачем. Если честно. Надо, чтобы удобнее одевать. Тут вставочка какая-то, типа искусственная замша. Тут типа кожа. Кать, а по размеру прям хорошо. Да, по размеру они хорошо сидят. Да, то есть ни маломерки, ни большомерки на шнуровочке. Все здорово. Один раз шнуруете, как вам нужно, а потом вот застегиваете, расстегиваете вот в этом месте. То есть 10 раз шнуроваться не нужно. Шнурки, можно так сказать, только для декора. Ну что ж, носи с удовольствием, Катюшка. Так, далее. Такой вот шарф-палантин. Артикул 600-729. Цвет какао. Размер 65 на 180. Состав 100% полиэстер. Слушайте, а мне он показался. Вот в такой упаковочке красивенькой приходит обычный пакетик. Слушай, мне он показался. А, ну да, полиэстер. Это внутренний, а это внешний. Ну такой прям. Очень длинный такой. Да, огромный. Тут это бахрома. Симпатичный. Ну-ка, Катюш, надевай. Интересно, он вот с головы при ходьбе спадывает? Вот если его типа платочка на голову. Вот так, типа. Мне кажется, он будет спадывать. Ну если у тебя волосы гладкие, и ты ничем не забираешь, то есть можно же невидимкой заколоть. В целом в этом нет ничего такого. Ну Катя такие платки обожает. Я оценительница. Да. Можно вот обычный, допустим, завязать. И носить, как обычный, шарфик. Можно, если вы знаете всякие приемы, знаете, вот лайфхаки по красивому завязыванию там всякими узлами, то можно так, естественно. Ткань очень мягкая, и я не думаю, что это для холодной погоды. То есть полиэстер, это в принципе такая очень мягкая ткань, но тонкая. То есть вы как бы должны предполагать, что она будет теплой, только если вы там прям заматываетесь вот так вот очень плотно. То есть только если так вы делаете, вы защищаете шею. А так, если вы носите, это для красоты. Да нет, он такой, знаешь, плотный, мне кажется. Он очень даже для тепла. Нет, оно... Он тонкий. Там как бы нужно заматывать, если ты хочешь прям утепление, то тебе нужно замотаться хорошо, чтобы теплопроработка была. Ага. Ну вот. Ну что, Катюш, носить с тобой все. В целом он очень, кстати, красивый. Я бы сказала, что подходит ко всему. Тут посмотрите прям, он очень милый. Хороший шарфик. Мама тут тебя снимает. Я, знаешь, я так задумалась и такая... Я стою, думаю, что нужно сказать и такая... Да, да, хмуришь такая серьезно. Бывает, бывает. Ну все, Настя с удовольствием. Всем пока-пока, да? Так, едем, едем дальше. Итак, вот такая вот линейка Бора-Бора. Я еще ее не всю потестировала. Так, значит, начнем с шампуня-кондиционера 2433. Он, конечно, не такой ядерный, как в прошлом обзоре, когда волосы прям вообще колом стояли. Там было что-то с чем-то, да. Этот же шампунь, он немножечко, но насколько-то мили-мили-мили, чуть-чуть немножечко получше. Но волосы тоже не щадит. Волосы сухие, спутанные, как гнездо. Очень тоже скрипят громко, сильно, да. То есть я взяла еще одну маску. Это третья уже маска. Артикул 202-626. Тут написано кондиционер для сухих и поврежденных волос на основе комплекса питательных масел, раскоп, пшеницы, жажаба. Ну вот тут можете поставить на паузу, почитать. Тоже мне не понравился. Значит, шампунь вот он такой густой. Да, видите, еле-еле-еле течет. Такой какой-то желеобразный, даже трясется. Запах у него что-то такое очень еле уловимое, приятное, легкое, классное, но нет. Больше не закажу. Далее, значит, вот эта масочка. Она точно-точно такая же, как и все остальные. Тут вот такой защитный слой был. Вот она практически пустая. Вот такая вот маска, которая, на мой взгляд, вообще ничего не делает. С моими волосами 100 миллилитров. Больше тоже не закажу. 202, 626. Не поняла. Все три маски. Была еще синяя, была еще фиолетовая. Вот сейчас зеленая. Ничего мне не понравилось. Да, расходую. Может быть, в перемешку с каким-то нашим аромамаслом, которое можно добавлять в маску, или перемешку с какой-то из своих масок. Но нет, мне недостаточно. Мне не хватило ни фиолетовый, ни голубой, ни вот этой зелененькой. Дальше. Крем для тела. Тоже написано. Кокос ананас. Артикул 202, 436. Крем крутой. Крем мне очень понравился. Он, во-первых, классно впитывается, напитывается. Никакой липкости, ничего не оставляет. Вот вы его нанесли. И буквально вот немножко-немножко и уже можно идти спать. Да, то есть такой он непроблемный. Ну, конечно, смотря каким слоем. Я одну ногу потолще нанесла, так она потольше впитывалась. Но это со всеми кремами так же. Наносится он точно-точно таким же образом. Да, то есть вот мы его наносим. И он разносится, белеет, становится как маська из аптеки. Но потом куда-то вот исчезает. Далее, значит, ананас. Запаха ананаса абсолютно нет никакого. Да, то есть, ну, я, видите, много нанесла. Да, запаха ананаса нет никакого. И зато есть запах кокоса. Кокос сразу долетает. Запах приятный, что меня очень сильно удивило. То есть в биоси меня вообще начинает удивлять. Запах хороший, круто, да. Ну, ничего себе, хороший запах. Запах действительно вот. Я люблю вот этот кокосик, аромат кокосика, да. Ну, вот видите, он начал исчезать, исчезать. И сейчас вообще исчезнет, получается, навсегда. Впитается в кожу, никакого жира. Даже если вы много нанесете, пусть он подольше впитается. Да, то есть, ну, вот. Мне нравится, мне нравится. Еще вот даже хочется заказать, потому что ощущение вот этого вот напитанности очень приятное. И даже вот я сегодня после душа с утра встала, я потрогала кожу, я посмотрела. Кожа мягкая, клевая. Чувствуется вот этот вот уход. Вот. Ну, 100 малых, ну, раза на два, на три его максимум. Да. Он, кстати, такой нормальный, экономичный. 100 малых на два, на три раза хватает. Далее. Так, крем для рук. Скраб. Мягкий скраб для рук с частичками абрикосовых косточек. Вот не знаю, что это за линейка. Да, то есть, держу второй раз продукт из этой линейки от Биоси. Но офигенный. Просто офигенный. Скраб. Ручки такие мягкие, нежные, клевые. Очень хорошо скрабирует. Вот, причем мы его тестировали в четвером. То есть, я, мама, еще две девчонки. Понравилось всем. Обалденно. Все сказали, ух ты, закажи мне тоже. Да, то есть, я тоже такой хочу. Запах никакой. Да, его практически нету. Значит, это такой вот скрабик. Такой вот он легонький, приятненький. Тут есть какие-то вот эти вот частички абрикоса. Что-то питательное. Потому что, получается, рука после этого скраба даже не просила, отметьте, да, то есть, рука даже не просила крем для рук. То есть, прям до такой степени суперский скрабик. Но крем для рук мы все равно нанесли. Далее, такой вот крем для рук. 24-34 артикул. Маракуйя и манго. Очень легкий, нежный, еле уловимый аромат у него. Он обладает нежной ароматной текстурой, да. Отлично питает кожу рук, да. Ухаживает, очень хорошо ухаживает, увлажняет, реально увлажняет. Оставляет приятный фруктовый аромат ненадолго. Но он, да, действительно есть. И он очень приятный. И далее цветочная вода, нероли, опять-таки увлажняет надолго. Экстракт кокоса насыщает кожу витаминами, тонизирует, освежает, регенерирует. Особенно хорошо подходит для сухой и раздраженной кожи. Экстракт манго защищает кожу, увлажняет, омолаживает, тонизирует. В случае попадания в глаза промойте чистой водой. 75 миллилитров артикул 24-34. Тоже очень клевый крем. Да, у тебя сейчас тут скраб смыла. Это даже очень много. На две руки, я думаю, это даже очень многовато. Ой, я куда-то кольцо делала. Сняла, тестировала и где-то, ну, наверное, в ванной. Да, сейчас посмотрела, кольца нет. Да, то есть, ну, это многовато, конечно, на руку. Но классный крем, суперский крем, экономичный. В общем-то, легкий вот этот вот аромат мне безумно понравился. Я прям в восторге. Ну, вот, в принципе, его практически уже и нет. Да, практически все впиталось. Он не жирный, но питательный, да. Вот прям такое сочетание. Конечно, в Фаберлик таких кремов нету. Захотелось заказать второй раз. То есть, даже вот из этой линейки, да, шампунь прям твердый нет. И даром не надо. Реально, даже даром не возьму его, да. А вот крем для рук тоже Бора-Бора. Обалденный аромат. Следующий от Бора-Бора, это Тропический Релакс. Артикул 2432. Крем-гель для душа. Действительно, не сушит кожу. Действительно, прям очень-очень комфортная штука. Так, тут было заклеено. Конечно же, я все расклеила из-за того, что им пользовалась. Да, то есть, он такой вот, видите, прям. Такой какой-то гелеобразный, но он растекается. Запах еле уловимый. Ну, я вот мылась не очень его чувствовала, если честно. Но гель для душа хороший, стоящий, хорошо моет. Там, пот смывает, еще что-то прям великолепно. Мне нравится, тоже понравилось. Далее, значит, после геля для душа, когда я всю основную грязь, получается, смыла, я захотела попробовать вот такую штуку. Так, где же русский язык? Артикул 202, 512. Все, артикул стерла, больше не скажу. Это антицеллюлитный лифтинг гаммаж для тела BSC. Значит, у него густая тающая текстура гаммажа. Он не очень сильно скрабирует. Он не царапает, но такой, знаете, на четверочку. Аромат приятный, ну, для кого как. Написано, что приятный аромат. Я не могу сказать, что он очень приятный. Вот я сколько израсходовала вчера на себя, на любимую. Ароматы, ну, нет его. Честно скажу, его нет. Он очень густой, видите, он даже не поплывет. Может быть, если его так поставить на пару дней, что-то да и будет. Но он не поплывет вот так быстро сразу. То есть, он очень густой. Обеспечивает мощный антицеллюлитный и лифтинг эффекты благодаря морской соли разного помола. Масло ши, миндаля, пшеница, авокадо, облепихи. В общем, состав классный. По телу он тоже очень классно работает. Мне он понравился. И закажу еще, потому что, ну, во-первых, что-то новенькое. Я всегда люблю что-то новенькое. Во-вторых, у него нету никакого аромата, да, ни противного, ни приятного. Вообще, просто он ничем для меня лично не пахнет. Вот, скрабинки тут на сухую прикольно. На сырую он абсолютно не пенится, да, тут может быть такое ощущение, что он пенится. Но скрабинки в средней жесткости, я не могу сказать, что они не работают, но они не такие вот, как, знаете, вот, если на сухую делать, то прям жестко. Вот, сейчас у меня рука похудеет, да? Не, ну я так шутил. Классный. Мне понравился, закажу еще и еще не раз. Это дело я люблю в ванной посидеть, за собой последить. Меня это как-то, знаете, восстанавливает. Я даже на скраб, на пилинг, на хамам могу ходить еще и по салонам. Прям кайфую. Это невероятно крутая штука, которая мне понравилась. Так, поехали-те с вами дальше. Итак, вот это моющее средство. Ну, хорошо отмыла микроволновку. Я, к сожалению, не очень много грязи нашла. В доме искала-искала. В общем, нашла только в микроволновке, там немножечко, чуть-чуть. В общем, хорошо отмыла микроволновку, артикул 8002, универсальное моющее средство. Нормально, нормально. Запах тоже приятный. Не такой уж там химозный, в нос не бьет. В общем, тоже здорово. Пока ничего сказать не могу. Ну, знаете, ничего особенного. Оно не пенится. То есть, когда вы начинаете что-то мыть, оно абсолютно не пенится. То есть, вы нанесли, замочили, там, может быть, оставили минут на пять, потом протерли. Пены вы не видите. Вот что мне не нравится, я не знаю, смыла я его до конца, не смыла я его до конца. Я вот тут опять начала переживать. Но так, в целом, неплохо. В общем, тут я не совсем поняла, что за искусственный интеллект, который работает над ароматом в лабораторию в Швейцарии. Доктор Лаб, наверное, как-то так он называется. Робот подбирает уникальное сочетание нот и анализирует индивидуальное предпочтение человека. В результате рождается формула, которая понравится каждому. Теперь, когда идеальный баланс нот найден, парфюмер вдыхает душу в этот хай-тек шедевр. Значит, и тут в составе идет вот эта вот как раз штука. Доктор Нос первый, да. Второй идет Стеллария, неизвестная мне штука, да. И Кашмиран, Кашмиран. Вот, мускусный и древесный аромат с инновационным комплексом Афория, да. То есть Афория это от французского Доктор Нос. В общем, вот такая вот прям удивительная вещь. Для меня, это лично для меня, это сенсация. Потому что такого я даже не знала, что такое существует. И вот сейчас, читая каталог, я понимаю, что ну нифига себе. Да, вот так вот, да. Вот, композиция создана искусственным интеллектом. Это полет фантазии. Камшерман переливает космическим мерцанием. Стеллари и мускуса приглашает шагнуть в будущее. Этот удивительный шлейф словно создан в другом измерении. Артикул 3100. В общем, такая вот парфюмерная вода. Так, тут не указано, сколько она МЛФ. Так, давайте поищем. 50 МЛФ, как обычно. Вот так вот она очень красиво оформлена. Удивительная просто водичка. Прикольно. Это пластмасса. Такая плотная, хорошая пластмасса. А это уже тут идет стекло. А вот это пластмасска. То есть, распыляется тоже отлично. Можно прям создать какое-то такое вот приятное облако. И что могу сказать. Аромат действительно необычный. Еще до того, как я прочитала аннотацию, я не могла понять, как ее описать. Потому что вот это же стеллария, стеллария, как она там, да. Вот это все. Я не понимаю, что это за цветы. Что это такое. Но хочу рассказать просто от себя. От себя, что водичка мне очень приятно. Очень понравилась. Она средней стойкости. Клевая. Свекрови понравилась она в пробнике. Но когда она начала использовать ее вживую, то ей не очень понравилось. И причем на каждом аромат раскрывается по-своему. Это тоже нужно учитывать. То есть, нужно пробовать. Потому что у Кати в гостях была подруга. Она отмечала вчера день рождения. Из-за того, что 6 ноября нельзя было отмечать. Мы были на карантине. У Катюшки был положительный ковид, насколько вы знаете. То есть, все обошлось, все хорошо. Ее уже списали. Можно жить дальше, как обычно, как раньше жили. И вот тут как раз-таки очень интересно оно прозвучало. Одна сказала, мне пахнет какими-то цветочными нотами. Другая говорит, пахнет какой-то мятой, еще чем-то. Самая молодая, кстати, девчонка, вот Катина подружка сказала. Я считаю, что он идет как сладкая свежесть. С нотками шоколада мне показались. Нотки шоколада я какие-то вот услышала, да, что-то съедобное. Вот. А свекрови не понравилось. То есть, пробник ей понравилось. Тут она говорит, нет, это не мое, что-то не так, что-то не то. Муж сказал, ой, сладенькая барбариска, вкусненькая, говорит, ничего так прикольно. И я была вообще в шоке. Я не знаю, как описать этот аромат, потому что пять человек его просто по-разному описали. Но мне он лично понравился. И с пробником он, к сожалению, отличается. Это очень плохо, на мой взгляд. Потому что пробник там такая, какая-то сладкая свежесть, какая-то такая, знаете, туповатая, что ли. Ну, нету там такого раскрытия аромата. Вот. А тут абсолютно другой аромат, более глубокий, более нежный, более такой. Ну, вот сладкая нежность. Есть какие-то приторные нотки сладостей. Но они уходят и уступают вот этому вот свежему нежному шлейфу. Вот я бы так сказала. Прикольная водичка. С удовольствием израсходую. И, скорее всего, даже появится желание заказать еще одну такую, если компания Фаберлик опять что-то новое не выпустит. Прикольная водичка. Нормальная. Ничего так. В общем, здорово. Ну, что ж, мои дорогие, давайте вот на этой ноте мы с вами закончим. Я все стараюсь обзоры снимать. Хотя бы не больше сорока минут. Не очень получается, но я стараюсь. Но из-за того, что такой огромный ассортимент, просто не успеваешь. Просто не знаешь, как быть, что делать. Поэтому терпите большие обзоры. Пока у меня все не закончится, пока я все не пересниму, это, наверное, будет длиться очень даже долго. Такие вот длинные прям обзоры.